Всем привет! Меня зовут Софья и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я бы хотела заснять видео под названием «Мой уход за волосами» и дать несколько советов, которые, я думаю, помогут каждой девушке. А перед началом этого видеоролика я вам советую подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А также можете подписаться на мой инстаграм, ник я ставлю вот здесь отверху. Ну а теперь давайте не будем медлить и сразу же начнем. Итак, первый совет. Перед тем, как вы пойдете мыть волосы, сначала хорошо их расшите, а то в итоге вы получите колтуны, которые потом придется очень долго распутывать и рвать волосы. Вот, например, я уснула с распущенными волосами и приходится их долго причесывать, начиная с самых кончиков, постепенно поднимаясь наверх. Главное не спешить, делайте все очень аккуратно. Чтобы были шелковистые волосы и не было текущих кончиков, надо взять оливковое масло и разбавить его с водой. Дальше всю консистенцию надо перелить в распылитель и потихоньку сбалтывать. Следующий этап это нанесение на волосы. Я советую наносить масло ливо от кончиков к корням. Также не стоит забывать о массажном эффекте. Кожа головы будет принимать витамины лучше, если масло втирать массажными движениями. Также я пользуюсь вот таким вот маслом. Мне оно очень нравится, всем советую. Оно помогает увлажнить, смягчить и восстановить блеск туслых и безжизненных волос. Также, благодаря высокому содержанию жирных кислот и витамина Е, оно помогает повысить эластичность волос. Нанесите несколько капель до укладки и потихоньку втирайте голову массажными движениями. Через некоторое время вы сразу увидите результат, поскольку оно увлажняет и придает красивый здоровый блеск волосам. Некоторые люди задаются вопросом, чем опасен хвост для волос. Тем, что вредит луковицам. Слишком часто ношение этой прически, слишком такое натягивание придей приводит к тому, что волосы просто-напросто начинают выпадать целыми прядями именно в этом месте. Поэтому, чтобы такого не случилось, советую себе делать хвост в разных местах головы. Также сейчас я пользуюсь вот таким вот шампунем и бальзамом. Они очень классные и после них остается просто бомбезный эффект волос. Вода должна быть именно теплой, а не горячей, так как от горячей воды может возникнуть шелушение. Также вода не должна быть холодной, поскольку от холодной воды сжимаются капилляры и это препятствует проникновению полезных вещей к волосиным луковичкам. Ребята, все способы реально рабочие. И если вы захотите вторую часть, то напишите мне об этом в комментариях. На этом все. С вами была я, Софья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok